Как проверить якорь электродвигателя лампочкой? До вчерашнего дня я этого не знал. Думаю вы тоже не догадывались о таком простом и эффективном способе проверки. Так можно проверять перфораторы, дрели, шуруповерты, болгарки, стиральные машины и так далее. Вначале покажу как это делается, а в конце видео узнаем кому достанутся только измерительные клещи на 600 ампер, которые мы разыграли в прошлом видео. Итак, кроме лампочки нужен самодельный удлинитель предохранитель. С одной стороны вилка, с другой розетка. Посередине один провод разрезается и прикручивается патрон для лампочки. Такой удлинитель предохранитель используют при проверке блоков питания на случай короткого замыкания. Еще таким удлинителем можно понижать обороты УШМ, когда нет регулятора. В схему перед лампочкой неплохо бы добавить выключатель, что и сделал когда-то я. Патрон для лампочки Е27 подцепил сегодня. Лампочка яркая и сильно греется, поэтому при колхозе какой-нибудь плафон. Да, еще когда-то я сделал сетевой провод с вилкой и крокодильчиками. С ним будет как бы безопаснее. Сделаем так. Вначале я покажу как реагирует на лампочку исправный ротор УШМ. Затем проверим УШМ с подгоревшим ротором и полностью убитым. А еще для полноты эксперимента протестируем УШМ разной мощности, чтобы правильно подобрать лампочку. Начнем с бюджетной УШМ мощностью 650 Вт. Подключим к сети. Работает. В теории чтобы проверить ротор нужна лампочка в половину мощности болгарки. Но здесь нет наклейки. Сделаем вид что не знаем ее мощность и подберем лампочку методом втыка. Болгарку придется немного разобрать, а вы пока можете влепить лайк и поделиться видео с друзьями. Потому что скоро начнется самое интересное. Полностью разбирать не нужно. Чтобы добраться до щеток достаточно открутить один винт. Наша задача сделать так, чтобы напряжение от лампочки поступало только на щетки. Отсоединим провода идущие от статора к щеткам. Этот отсоединил. Этот зря отсоединил. Подключим на место. И с другой стороны. Готово. Напряжение на щетки подадим через провод с крокодильчиками. Подцепим крокодильчики к щеткам. Убедимся что нигде ничего не коротит. Вилка с крокодильчиками подключается к розетке после лампочки. Все готово. Как только я нажму выключатель загорится лампочка и будет какая-то реакция от ротора. Вместо реакции болгарка завелась. Ну как знатоки, кто скажет. Почему болгарка работает без питания на статоре. Это будет интересно прочесть. Я же сейчас скажу только то, что лампочки мощностью 500 ватт для проверки ротора на этой УШМ многовато. Заменим на лампочку мощностью 200 ватт. Включаем. Ротор не крутится. Слышно как гудит. Звук говорит о исправности ламелей ротора, которых сейчас касаются щетки. Была бы лампочка на 300 ватт, звук был бы более ярко выраженный. Но даже по такому звуку можно определить какие ламели исправны. Если на какой-то ламели звук пропадет, либо станет тише, или пойдет дым, а лампочка будет гореть, то это межвитковое замыкание. Если на каких-то ламелях лампочка просто погаснет, значит где-то обрыв. Исправный же ротор при мощности лампочки в 30-50 процентов от мощности двигателя на каждой ламели должен гудеть ровно и одинаково. Думаю это понятно. Еще один момент. Сам редуктор обороты повышает. Как бы я не старался его медленно крутить, ламели под щетками быстро проскакивают. Поэтому, когда будете тестировать неисправную УШМ, я бы рекомендовал снять и редуктор. Мощность этой УШМ 850 ватт. Редуктор уже открутил, а заодно снял исправный якорь и поставил подгоревший. Давайте подключим напрямую к сети и послушаем звук УШМ. Звук плохой и свет моргает. Чтобы убедиться, что причина в якоре, отключим от щеток провода, идущие к статору. И подключим крокодильчики. Лампочка у нас сейчас стоит на 200 ватт. С маленькой 220 ватт. Включаем и слушаем. Как минимум на нескольких ламелях звук пропадает вообще. Этот ротор под замену либо на перемотку. Давайте поставим лампочку на 500 ватт. Чтобы, как говорится, хороший стук вылез наружу. Ротор на рядом стоящих ламелях, где обмотки исправные, когда я вращаю, как бы доворачивается. Там, где обмотки подгорели, этого нет и звук пропадает. Дымок идет не от обмоток, а от щеток. Давайте поставим другой неисправный роток. Я уже не помню какой из них был хуже. Хорошо, что разобрал, тушаем. Щетки похоже, пора менять. Так, прижали. Крокодильчики подключили. Включаем. Лампочка на 500 ватт. Ну здесь все то же самое. Налицо межвитковое. Притом этот ротор, похоже, сгорел полностью. Потому что ярко выраженного правильного звука почти нигде нет. Ради прикола попробуем ее включить напрямую от сети. Ну, я был прав. Вернем на место исправный якорь. Фиксируем щетки. И слушаем, как должна работать болгарка от сети. Совсем другое дело. Давайте еще подключимся через лампочку. Звук ровный на каждой ламели. Притом к каждой ламели ротор как бы сам доворачивается. Если поставить лампочку мощностью 200 ватт, эффект примагничивания пропадет. Ну и как вам такой способ проверки якоря болгарки? Согласитесь, простой, понятный и заслуживает лайка. Кстати, идею подкинул один из подписчиков пару лет назад. И поскольку она рабочая, нужно будет его за это отблагодарить. Так, еще я хотел показать, как понизить обороты ОШМ через лампочку, когда нет регулятора оборотов. Особо показывать нечего. Но когда режешь на высоких оборотах полипропилен и лерб стекло, он плавится. Поэтому обороты лучше уменьшать. От сети ОШМ работает на максимальных оборотах. Если подключить через лампочку мощностью 500 ватт, обороты падают где-то до 4000 ватт. Учтите, вместе с оборотами падает и мощность. Поэтому сильно и долго ОШМ не напрягайте. И последнее. Если у вас нет лампочки, то возьмите что-то другое. Паяльник, кипятильник, утюг, электрочайник и так далее. Главное подобрать подходящую мощность. Нам же осталось узнать, кому достанутся только измерительные клещи, которые мы разыграли в прошлом видео. И тут что-то пошло не так. Похоже на ютубе опять что-то меняют. Потому что перестал работать не только тот онлайн рандомайзер, которым я пользовался, но и другие. Нашел какой-то мало информативный. Это скорее всего простой генератор чисел. Но мы на всякий случай поставим число наших комментариев. В розыгрыше участвует всего 91 комментарий. Шанс на выигрыш большой. Сюда вставим ссылку на ролик и смотрим что получится. Что-то выдал. Комментарий по теме. Но больше никакой информации. Есть ссылка. Ага, это его страница. Подписки скрыты. Попробуем найти комментарий под видео. Есть такой комментарий. Хорошо. Будем считать что этот розыгрыш состоялся. Оставим ему сообщение. Примите мои поздравления и свяжитесь со мной через мою группу вконтакте или почту. Мы обсудим нюансы и детали пересылки. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.